В дальнейшем работа по данным направлениям будет продолжена. Необходимо, безусловно, выполнить поставленные задачи по исполнению бюджетных назначений. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Не мог получить ни справки, ни подать заявление. Я лично испытали мы все это на своем опыте. Также вы забыли в своем докладе отметить о том, что банки вы не вовремя уведомили о том, что изменились реквизиты по платежам фонда, пенсионного фонда, ФОМС, ФСС. Все платежи, которые люди совершили после Нового года, ушли на нераспределенные счета и висели в задолженностях. В нашем случае это было то же самое. У нас была переплата и недоимка в равной сумме. В результате чего налоговая у вас работает не как современное общество, когда межбанковское взаимодействие происходит максимум в день перечисления. У вас неделю занимает для того, чтобы разобраться вообще с платежами. Нам были начислены пения. Не только нам, многим предпринимателям нам об этом писали и мы тоже об этом писали. Вот как вы прокомментируете такое отставание технологическое, с чем это связано и как часто ваши базы будут продолжать снова не работать? Да, добрый день. Спасибо за вопрос. Я как бы у нас по поводу того, что вы сказали по поводу реквизитов банка, жалобы я в принципе не видел, не слышал. То, что у нас были какие-то проблемы, это были проблемы с сетью и они в принципе решались в течение дня. Если у вас там какие-то лично были проблемы, у нас работал оперзал, у нас работали ящики приема, все телефоны. Ко мне лично никто не обращался. Жалоб у нас по этому поводу не было. Поэтому если хотите конкретно разобраться, давайте с конкретными примерами разберемся. Насчет жалоб вы кривите душой. В электронной форме через приложение личный кабинет индивидуального предпринимателя я лично писал эти жалобы, встречал людей внутри налоговой инспекции, которые их высказывали в лицо самим сотрудникам, которые конечно же ни в чем не виноваты. По поводу того, что вы решали вопрос дневной за сутки, это опять-таки неправда. Не работала у вас система в течение месяца. Ее невозможно предсказать. Справку без системы вы не выдадите. И никакие ящики и личные обращения вам не поможут. Потому что начало января это время заключения договоров с контрагентами. И человек справку элементарно об отсутствии задолженности по налогам и сборам собрать ее не может. Потому что база ваша не работает. Вот и все. Вы можете спросить у ваших сотрудников. Не надо здесь говорить о том, что вопрос решался. Ну я так понял, вопрос риторический и наверное ответа мы на него не получим.